Среди участников собрания – активисты органов ТОС из регионов, представители госвласти, парламентарии и члены Совета Федерации. Работа проходила в рамках двух дискуссионных площадок. На одной обсудили законодательные аспекты в деятельности ТОСов, на другой – технологические решения в развитии территориального общественного самоуправления. Хочу сказать одну важную вещь, которую я повторю на пленарной части. Я считаю, что сейчас для территориального общественного самоуправления наступает исторический момент. Нечто подобное происходило несколько лет назад, когда мы начинали внедрять механизмы партнерного участия граждан в качестве жизни, в качестве среды. Структуры ТОС стали полноценным голосом граждан и партнером власти, отметил депутат Госдумы Алексей Бурнашов. Это не только факт доверия. Это принципиальный, более ответственный подход к управлению деньгами при участии граждан. Речь о так называемом инициативном бюджетировании. И здесь Брянскую область, на территории которой действует 605 ТОСов, привели в пример другим регионам. Самое главное – нам не придумывать велосипед. Нам самое главное – собрать действующие практики и на основе этих практик приближать те или иные органы официальной власти к территориальному общественному самоуправлению. Потому что по Конституции у нас народ, власть. Поэтому ТОС – это самая на сегодняшний момент оптимальная и правильная форма взаимодействия людей с властью. Именно по инициативе ТОСов в 2018 году в центре Брянска благоустроили родник «Белый колодец». В городе Сельцо установили площадку для детей с ограниченными возможностями. В Навле отремонтировали бассейн, в Сураже возвели детский игровой городок. И это далеко не полный перечень реализованных проектов. Передайте мне слава и благодарности губернатору Анатрия, и дяю Игорь Борисовича. Я уверен, что он тоже это поддерживает. Но я знаю, что он это поддерживает. Но зовите в гости, если что. Хорошо, договорились. Я ловлю рассловиваться. Хочется поблагодарить правительство Брянской области, которое издало постановление об инициативном бюджетировании. Это означает, что любое территориальное общественное самоуправление может сделать проект по благоустройству своей территории и, собственно, его и реализовать. Это уже опробовано на практике. По мнению спикеров Собрания Общенациональной Ассоциации ТОС, стратегический эффект инициативного бюджетирования в том, что у людей меняется отношение к власти. Оно уже не иждивенческое. Население вовлечено в процесс изменения облика территорий. Следующий шаг в этом направлении – привлечение к общественным проектам как можно больше молодежи. Руководство к действию для ТОСовцев – осваивать социальные сети. Конечно же, привлечение молодежи и формирование активной гражданской позиции современной молодежи – это то направление деятельности ТОС, которое я считаю наиболее актуально и наиболее перспективно. После вопроса на ответной части – пленарное заседание. На нем подвели итоги работы Общенациональной Ассоциации ТОС за прошлый год и обсудили планы на 2019-й. Коллеги, отдельно хочу отметить поддержку со стороны органов государственной власти субъектов России. Например, вот я вчера только в Брянской области, мы были и встречались с ТОСовцами. Александр Васильевич, вот Александр Михайлович у нас, он здесь присутствует. Ну, было приятно. Приятно коллеги. Вот, например, в Брянской области в этом году преданализацию инициатив граждан выделено 100 миллионов рублей, и начали они, помните, с одного миллиона. Это свидетельство о последовательной работе губернатора Александра Васильевича Богомаза и его команды. За такую поддержку ТОСовского движения я выражаю отдельную благодарность. Участники собрания сошлись во мнении. Для развития территориального самоуправления необходимо наладить эффективный диалог с населением. И у каждого региона свой путь в этом направлении. Что же касается пользы подобных встреч, она очевидна. Образование, обмен опытом, живой разговор с единомышленниками. Екатерина Карманова, Владислав Пескунов. События. Москва.